здравствуйте друзья перед вами вот такой шустренький монстрик мотоблок совсем новой комплектации это модель 2020-21 года на букву к начинается но не кубота называется и как вы уже догадались это мотоблок кентавр моделька 2070 b4 мотоблок этот я не покупал а по просьбе его владельца произвожу сборку настройку регулировку и обкатку мотоблок кстати прибыл в двух коробках в одной редуктор и комплектующий к нему а в другом двигатель db 170f на 7 лошадиных сил шины и руль управления упакованы отдельно в таком виде мотоблок получается дешевле купить дешевле сама доставка а за проделанную мою работу то сборка заправку маслами произведу его сравнение и тестирование с моим уже проверенным сиденький мотоблоком dtz 570b и подготовлю об этом несколько видео если вам конечно будет об этом интересно подробно всю сборку показывать не буду сэкономлю ваше драгоценное время а кому это интересно летом прошлого года есть подробное видео как я собирал мотоблок dtz 570 bn в полном объеме ссылка будет в описании к видео но все-таки на некоторые фишках во время сборки остановлюсь более подробно об этом вы меня спрашивали и это надеюсь будет интересно содержимое всех упаковок перед вами с комплектацией проблем нет да и все детали довольно качественно упакованы пупырышки сердце самого мотоблока мотор мощностью 7 лошадиных сил уже проверенный временем плюс такого движка это дополнительный фильтр грубой очистки он будет не лишним и продлит ресурс самого двигателя мотоблок имеет редуктор на две передачи вперед и одну назад это не совсем практично для некоторых видов работ да и сам мотоблок с таким редуктором довольно шустрый в инструкции по эксплуатации скоростных характеристик мотоблока нету поэтому как раз и будет повод сравнить скорость этого мотоблока и мотоблока dtz в которого три передачи а вот транспортные шины размером 4 на 10 качество желало быть лучше здесь практически нет эластичности и они быстро выходят из строя особенно при маневрах будет происходить быстрый износ так как одно колесо обязательно будет сунуться сдвигаться по почве полуось из шестигранника на 32 миллиметра обгонных муфт иногда их называют разблокираторами комплекте тоже нету сложнее будет проводить маневры с навесным оборудованием на таком мотоблоке но для езды с прицепом это даже еще лучше мотоблок уже окомплектованный фрезами правая и левая хорошо что уже есть наклейки они подписаны каждая фреза имеет четыре секции 1 2 секция неразборная и устанавливается сразу на полуось редуктор а вот третья четвертая добавляется зависимости от плотности почвы кстати в инструкции по эксплуатации написано что можно добавлять и еще дополнительные фрезы все секции зависимости от мягкости почвы но прежде чем устанавливать двигатель давайте сниму корзину сцепления и посмотрим устройство самого сцепления ведь это сцепление совсем нового типа она постоянно раздомкнутого да я сам еще не знаю его устройство подшипник первичного вала снимается легко он задействован в работе только когда не включена передача само сцепление тоже легко снимается со шлицов оно состоит из пяти дисков с накладками и четырех дисков без накладок наружной части сцепления тоже задействованы в работе я думаю что открутив 4 болта можно будет легко заменить износившиеся детали корпус сцепления изготовлен из алиминия уж больно очень легкий он включение сцепления происходит при нажатии вилочкой на упорный подшипник при этом диски сжимаются и мотоблок приводится в движение плюс такого сцепления это безопасность отпустил ручку и мотоблок остановился но минус наверное то что вилочка постоянно давит на упорный подшипник да и он какой-то на внешний вид довольно ну ненадежный мне кажется и как долго выдержит нагрузку этот подшипник информации нет а вот сами лапки вилочки включения сцепления имеют похоже закалку судя по синему цвету и первичный вал он является валом отбора мощности в данной ситуации держится только лишь на одном подшипнике который находится в корпусе в задней части редуктора в комментариях предыдущих видео по мотоблоку дтз часто спрашивали а какое качество сопряжения редуктора с двигателя через переходную пластину давайте посмотрим вот как пластина перемещается в корпусе редуктора во все стороны и это помещение на мой взгляд или даже можно если померяешь тангенцирую то получается где-то около пол миллиметра наверное это многовато желательно это допуски уменьшать до минимум хотелось бы услышать ваше мнение о мотоблоках подобной серии вас тоже такие допуски посадка подшипника казино сцепление тоже имеет большой допуск она легко входит корпус переходной пластины здесь бы тоже хотелось бы иметь небольшой натяг подшипника из самой этой переходной пластины переходную пластину с двигателем соединяя при помощи прокладки предварительно смазав герметиком а четыре крепежных болта лучше смазать синим фиксатором резьбы все таки наверное там идут на двигателе довольно большие вибрации а уже при стыковке двигателя с редуктором прокладку смазываю уже не герметиком а любой тугоплавкой смазкой при стыковке двигателя и редуктора соединительную мухту сцепления лучше установить уже сразу непосредственно в редуктор а дальше уже совмещать двигатели с редуктором наживив болты максимально центрирую двигатель относительно редуктора и провожу уже дальше окончательно затяжку болтов но уже дальше я вижу для них и для всех тут никакой сложности нет сборки произвожу полную затяжку болтов площадки к двигателю потом эту площадку уже прижимаю полностью к ноге редуктора к этой же площадке прикручивается ручка для переноски мотоблока и транспортирования фрез дальше устанавливать задний кронштейн и производим крепление к релью а в завершение произвожу регулировку тросов хода заднего хода и сцепления везде кстати друзья должен небольшой свободный ход при полном от нажатии на ручку сцепления пружина троса должна слегка растягиваться при этом будет сжиматься диски сцепления и приводится в действие сам мотоблок но уже завершив все регулировки и установки заливаю смазки в соответствии с инструкцией по эксплуатации для двигателя рекомендую использовать синтетику или полусинтетику с допусками что я уже и делаю на протяжении многих лет нет смысла экономить на дешевых маслах да и количество масла двигатель составляет всего 0,6 литра уровень масла должен быть на краю резьбы когда двигатель находится горизонтальном положении тогда практически и уровень щупа масла он и не нужен в редуктор лучше тоже заливать смазку соответствующими допусками но можно и так 17 кстати объем здесь не маленький 2,6 литра проверял уровень смазки редуктора проверяется щупом не закручивая его не забываем заливать масло и в сам корпус воздушного фильтра где-то около сантиметра и при этом тоже необходимо смочить уже поролоновый фильтр тоже моторным маслом потом необходимо максимально его отжать удалив излишки масла кстати сам поролоновый фильтр имеет разную фракцию 1 это для более грубой очистки а второй для более мелкой очистки а теперь давайте перейдем самым интересным запуск двигателя насколько мне известно запуск всех китайских двигателей несложный и запускается довольно легко как зимой так и летом но есть одна особенность практически всегда перед запуском необходимо закрывать воздушную заслонку и только после пуска заслонку уже назад открываем ну и давайте же подведем небольшой итог сборки этого мотоблока и можно сделать кстати предварительным живым как недостаток все сопряженные детали на мой взгляд имеют большие допуски мало передач вперед и всего две да и те довольно шустрые нет разблокираторов или обвонных муф на колесах тяжело производить маневр ну а из основных плюсов это наличие безопасного сцепления оно постоянно разогнуто и наличие дополнительно воздушного фильтра для двигателя такой мотоблок хорошо подойдет для фрезеровки почвы и не тяжелого навесного оборудования а также при работе с рецептом но это друзья только предварительные выводы при впереди будет еще обкатка работа с фрезами и сравнение с мотоблоком у которого есть пониженная передача так что не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео задавайте вопросы в комментариях пишите что хотите увидеть следующих видео друзья кому понравилось данное видео поддержите лайк всем успехов удачи крепкого здоровья и до встречи на канале до свидания друзья субтитры сделал DimaTorzok